Карамба ТВ представляет История берет свое начало в обычном советском пионерлагере Лагерь Хрустальное озеро В котором вожатое за обычное советское спасибо, чтобы ее прикрыли Спасибо Идет пердолиться в обычный советский лес под обычный советский проливной дождь На глазах обычного советского пионера Проклятый Сталин, до чего страну довел? Это, блядь, долбаная зебра Она должна пугать или демонстрировать колоритность? За счет которой слэшер-сериалы становятся популярными Зебра, блядь Любитель подглядывать рассказывает все своему другу Что я видел в тважатую нашу и ее парню в лошадиную голову Ту самую Да ладно Я знал, что в лошадиную голову Ту самую Это, блядь, зебра Ему нравится, когда на него смотрят Спустя много лет проводит кастинг на участие в реалити-шоу Которое будут снимать в этом лагере Главный приз – миллион Ну и что вы умеете? Я? А что надо? Надо уметь плохо играть Конечно же происходит глубочайшее раскрытие всех персонажей Скажите, пожалуйста, когда нас будут кормить все-таки, а? Я год Возьмите заднюю карманчик Сиськи Пока жертвы готовятся к лобному месту Ведущее шоу Анфиса Чехова моется Будущих трупов собирают на детской площадке, дабы те провели пробное голосование. Че, не прикалывают нормальные мужики? Я думаю, уйти должна Яна. Что? Что? Куда? На актерские курсы, что ли? Против... этого пугала. А я против... этого ковбоя. Оседлаю щас. Давай. Хотите, голосуйте против меня. Правильно, долой этого блеклого персонажа. Его выдворяют из проекта, и напоследок он говорит, я построю свое реалити-шоу с Блэк Джеком и Собчак. И мы счастливы! Вдруг нам показывают то, что будет происходить через 7 дней. Приедет спецназ и оцепит местность. Понимаете, мы решили ввести такую фишку. Это просто фишка такая. Как бы обзор с двух точек временного отрезка. Стиль, динамика. Понимаете? Нет. Да че ты молчишь? Слышь, вы вазе на сосудах тетовой матери? Ты меня слышишь? Истеричка пытается одолеть забор, но сталкивается с защитой дом версии 2.0. Скорее с небес голова упадет, нежели вы додумаетесь сделать подкоп. Так и случается. И мы счастливы! Это наш водитель. Что же теперь будет? Кто довезет нас до дома? Перед смертью водитель успел ртом схватить записку, в которой написана одна из пионерских страшилок. Автобус со шторками. Мы же в нем приехали. Ну и? Ну я не знаю, я просто предположил. Ну если не знаешь, тогда запнуть. Это самый истеричный персонаж слэшеров за всю историю. Еще чуть-чуть и он переплюнет Воробьева. И тогда... Хэппи энд! Обнаружив параллель, я не понимаю, что маньячина подгоняет свои убийства под пионерские страшилки. Благо в дальнейшем он будет предварительно рассказывать их по радио. Браво! Очень занятно. Что тебе от нас нужно? I wanna play a game. Ну в конце концов, он один, нас много. Ты прав, но давай пообещаем друг другу. Когда услышим следующую страшилку, обязательно разделимся. Девочка, девочка. Гроб на колесиках ищет твой город. Ребятам надоедает быть вместе и под предлогом найти что-нибудь полезное они разделяются. Убил. Подвесил на крюк. Не поставил под нее таз. Яна, ну кто же знал, что все так получится. Ну ничего, ну, переживем как-нибудь. Да? Скажи это ему. Всем пишу. Три бабы находят холодильник. Ну вы че, мы уже с утра не жравшим. И они решают позвать остальных. А кто-то решает пожрать в одно рыло. Девушка из другой пары смертников вдруг решает признаться, что в детстве ее обзывали гробом на колесиках. Почему убийца в курсе, я не знаю. Я лишь знаю, что бывает с персонажами в слэшере, когда они идут одни в туалет. Приспичила и Анфиса Чехова. Она открывает дверь и... Дайте-ка угадаю. Сейчас. Сейчас. Обязательно успокоиться. Чуть с ней. Я не хренова, чувак. Заткнись, просто пальця кроль! Я думаю, блядь. Убийца начинает транслировать следующий рассказ, но один из дебилов решает, что это слишком просто. заранее знать, какую опасность их подвергнет маньяк, и разбивает приемник. Заткнись! Ура! Заткнись! А ты не думал, что когда мы его слышим, мы хотя бы знаем, что от него можно ожидать? Что у него с лицом? И что у него в голове в этот момент? Убить ребенка? Трахнуть козу? Ты думал, как выглядишь со стороны? Да не насрать. Собака, блять, догадалась прорыть яму, эти придурки нет. Значит так, сейчас дружно бегом до собора, откроем ворота, ясно? А с каких пор ты решаешь, что нам делать, а? Как же ты меня бесишь! Да мне насрать. Я не хочу, чтобы на командование не пойми кто. Хватит это терпеть! Ты чё, правда думал, что здесь самый крутой, да? Самый крутой здесь ты. Стой! Чего тебе надо? Ты хочешь выяснить, кто из вас тут круче? Я тебе скажу, он! Почему они все играют с таким перебором? Хотя, какая разница, их скоро убьют? Кого-то, например, доберманы. Осторожно, там пустая земля без каких-либо кочек. Да нет, на самом деле остается пожелать. Приятного аппетита, сука. Ну, собака, правда, не кобель была. Пока еще живые, баррикадируются в помещении. А лидеры беременны, строят отношения. Меж тем, в будущем идет расследование. Гений сыска выясняет, что всех жертв затащили в лагерь рань, широко, начало шоу. Если съемка была неделю назад, значит мы опоздали ровно семь дней. Гений сыска! Потенциальные покойники пытаются раскрыть свои характеры никому не интересными. Я был должен, я пошел на шоу. Я год, я пошел на шоу. Две полоски, я пошла на шоу. Джон Крайвер начинает вещать. Он говорит, что ребята должны выбрать, кто покинет проект следующим. А способ выбытия, дескать, он выберет сам. Не дождется, по крайней мере, от меня. Ребята, конечно же, решают не быть марионетками в руках маньяка и не голосовать. Но вдруг... Я против Яны. Год голосует против беременной, которая является бабой лидера. Плюс ко всему, он голосует уже после того, как все договорились не голосовать. Это, блядь, ошибка. Ты существо, ты фрик, таких нужно уничтожать. Классической греческой и римской литературой, еще она обожает море. Я против тебя, еще кто-то проголосует против этого выродка. Кот понимает, что у него проблемы и говорит диск, так нельзя. Я думаю, что дальнейшее голосование бессмысленно. За него вступается очкарик. Что вы делаете? Это страшно. 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 Хоррор Засыпает! Думая о том, что тебя скоро убьют, засыпать куда проще. Жизнь это боль. Жизнь это только боль. А теперь, представьте, что будет, если вырезать все бессмысленные крики из всех слешеров и запихнуть их в одну сцену? Я, ей Богу, в жизни такого не видел. Господи, какая огромная веревка! Естественно, связав его, они становятся крутыми. Сейчас мы пойдём в твою тачку, тебя пёхнем в багажник. Пёхните? Связанным он начинает нести какую-то ахинейную про два сердца. Одно из них, то, что было мёртвым, съел сын, а наутро у него выросли пяточок и глыки и сожрал весь город. Всё, главный злодей пойман. Подождите. Кто-то же должен был открыть окно, чтобы я смог в него влезти. Кто-то толкнул одну бедную девочку, её разорвали собаки. Главная тема пилы Клаузера сделает всё эпично. В общем, Джон Крамер рассказывает, как перетащил ботаника на тёмную сторону. Оказывается, бездушный рыжий хотел Анфису Чехову. Под этим предлогом он и стал шестёркой. И теперь, когда его мечта исполнилась, что он будет с ней делать? Я хочу, тебя хочу! Конечно же, Крамер покидает комнату с заложниками и уходит. Те, естественно, развязываются и убегают. Они вырыли яму, теперь они могут убежать. Но крик Анфисы Чеховой перебивают всё желание бежать у лидера. Она жива. Она сейчас жива, через 5 лет. Я не хочу. Ты еще мне поможешь. У нее грудь больше, чем у меня. Пусть она умрет. Лидер бежит на помощь, а бабы продолжают рыть. Блядь, пока я рыл, ноготь сломала. Зачем ты меня обманывала? Появляется лидер и бьет в полную силу. Теперь плечо, ключица, ухо, голень, шея, колено, зубы, метро, дёбза, мизинец и пах. Висок. Джимми Керри расстраивает твоя мимика. Тем временем Джон Крамер рассказывает, как докатился до жизни такой. Тогда в пионерлагере... Я впервые увидел его. Сначала я думал, что это просто вспышка молнии. Но человек в маске мне все объяснил. Ты его видел? Значит ты ему приглянулся. Оказалось, что это какой-то там демон. Тот придурок с лицом зебры... Убил себя и тем самым передал душу демонов этого мальчика. Половина из этого я додумал сам, ведь режиссеры не сподобились что-либо объяснять. Давайте экшен! И на этом заканчивается реалити-шоу. Мы телепортируемся в Москву, где Джон Крамер садится в машину. И те самые люди, которые боялись падающей веревки, подставляют серп горлу Крамеру. На что тот порит чушь, дескать, демон перейдет вас, потому что вы его видели и неожиданно умирает. Вы бы лучше объяснили, что это за демон, а не как выжил под шкафом лидер. Эпилогом нам показывают, что спустя полгода ребята стали отшельниками. Вдруг раздается стук на пороге следователь, который задает вопрос. Ты ведь был рядом с ним, когда он застрелился. Застрелился? Да. В его машине была установлена скрытая камера. Я думаю, он получил по заслугам. О чём вы? Они же его порезали! А вы видите в демонов? Его. Вы видели? Нет, правда, что там за фотография? Эй, режиссёр, это что, всё? Это конец фильма? Как можно угробить обычный глупый слэшер? Причём техническая сторона исполнения добротна. Ну зачем так запутывать? Если распутать, вы не могёте, не умеете. Демон, блять, демон плохого кино вас переселяется. Ты видел его? Ой, смотри, он в фильме Михалкова. Демон, блять, демон, блять, ахахахахахахахахах. Водитель оборачивается, и как засмеётся. У него голова не человеческая, а лошадиная. Эй, пошёл нахуй! Пауз!